Острая сосудистая патология едва не привела к потере ноги. Татьяна Семеновна мужественно перенесла операцию, в результате которой была восстановлена берцовая артерия. И сейчас дело идет на поправку. Лечение продолжается, в результате пациентка не сомневается. Ну, спасли ногу. Хорошо, спасибо. Все врачи. Я немножко так почувствовала, а потом чуть-чуть провалилась, уснула. А этому парню только еще предстоит хирургическое вмешательство. В операции может продлиться 5-6 часов. В результате будет восстановлено кровоснабжение голени и стопы. Положения серьезные, но если где-то и могут помочь, то именно в Самаре. Отделение сосудистой хирургии областной больницы Миссередавина работает на уровне мировых стандартов. И случайно именно сюда едут больные со всей России, и не только. Среди пациентов встречаются граждане Республики СНГ и даже европейских стран. Самая распространенная причина смерти – сердечно-сосудистые патологии. А здесь профессионализм врачей чаще всего позволяет избежать летального исхода. Совместно с Самарским медицинским университетом проводятся серьезные научные исследования. Нет темы, нет работы, которые мы бы совместно не проводили с университетом. И не вкладывался бы труд наших коллег и наш, и все вмешательства оперативные, все новые разработки, которые используются, мы, конечно, все это делаем вместе. В этом году отделению сосудистой хирургии исполнилось 30 лет. Тогда, в 87-м году, было основано новое для Самары направление. Врачи делали первые шаги. К примеру, за год сделали всего три операции на сонной артерии. Сегодня таких вмешательств более 300, а всего здесь получает высокотехнологичную помощь более полутора тысяч пациентов в год. То есть за всю историю отделения счет спасенным жизням идет уже на десятки тысяч. Олег Зверев, Василий Колдашов. События.